А зачем веревка? В домах папуасово все просто. Две или три спальни, спят жители деревни на полу, противомоскитные сетки, хоть и обязательный элемент интерьера, но многие все равно болеют малярией с самого детства. На кухне хранят овощи, а чак чаще всего находится на улице. На кухне у Матильда Мибили образцово-показательная чистота. Кастрюли местные женщины так и чистят по старинке – песком и речной водой. Кажется, что в их сверкающие бока можно смотреться, как в зеркало. Кстати, кухонная утварь – одна из самых главных примет подступления цивилизации. Блиняные горшки ушли в далекое прошлое. Мы вошли в солнце. И в 6 часов, моя жена вошли в 6 часов. И мы готовим кухонкам, чтобы дети были в школе. Мы вместе с ними были в школе. И мы и моя жена едим в гардене. Мы планируем гиджа, таро, йем. Здесь земля такая, воткни палку, она прорастет. Джунгли сами по себе похожи на райский сад. Вот какао-бобы, вот бананы, срывай и ешь. А так, например, сажают корнеплод таро. Урожай собирают круглый год. Разве что манго одаривает сочными плодами не так часто, как хотелось бы. Кстати, многие фрукты люди за пределами этого региона даже никогда не видели. Похоже на маленькую грушу. Сейчас я помою, попробую. Уже в Москве интернет подсказал, это было водяное яблоко. По вкусу, как гибрид сливы и той же груши. А вот кау-кау. Это всего-навсего разновидность картофеля. У каждой семьи в деревне есть свой сад-огород. Диета папуасов не менялась столетиями. В основном они употребляют в пищу корнеплоды. Это ямс и таро. Но вот в последние десятилетия люди стали ездить в города за продуктами. С городских рынков везут рис, копченую курицу, вяленое мясо и конфеты. Сладости и печенья в ярких шуршащих обертках для деревенских детей лучший подарок. Ведь из сладкого здесь только фрукты и сахарный тростник. Нам, городским, удивительно и вкусно. А им давно надоело. Мы едим таро, ям, банана, лебедка. И еще немного сгарки. Памкин. 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 По деревенским улицам ошалело носятся петухи и курицы. Удивляют, как жители отличают, где чья. Кстати, куриные яйца вошли в рацион папуасов сравнительно недавно. И этому есть объяснение. Курицы здесь вольного содержания. И яйца откладывают, где хотят, не найдешь. Свинью забивают по большим праздникам. Христианское Рождество прижилось после прихода миссионеров. И после обряда посвящения мальчиков в деревне в мужчины. Ну или когда приезжают русские путешественники. Это тоже событие огромной важности. На самом деле свинину едят, но правда очень редко. И в диете не хватает белка. И кстати, уж если забили свинью, то делить будут на всех поровну. По количеству членов семьи. Готовят тоже, как и 150 лет назад, на открытом огне. Мясо тушат с корнеплодами. Вместо соли – морская вода. Реже – соус. Из города теперь модно привозить соевый. Больше всего сохраняется, на мой взгляд, именно натуральное хозяйство. Как и их предки, они живут за счет сельского хозяйства, рыболовства и охоты. Рыболовство и охоты играли вспомогательную роль. То есть они огородники, процентов до 80. Антропологи и биологи проводили исследования по новой гвинеи. Мы, наверное, западные ученые. Есть много работ на эту тему, действительно, с прибытием. Вернее, с началом контакта с внешним миром, рацион пищевой у многих попуанских групп заметно улучшился. И это сказалось, скажем так, на развитии и здоровье детей. Мужчины в племени худые и длинноногие. Женские фигуры испорчены разве что многочисленными родами. Детей в семьях бывает и 8, и даже 12. Плохих зубов, даже несмотря на употребление дурманящего бетельната, ни у кого нет. Утром деревенские завтракают, днем много двигаются, работают в огороде, обедают фруктами. Что-то более существенное, например, тушеные корнеплоды или рис с овощами, будет только на ужин. А поскольку солнце садится в 6 часов, они редко едят позже 7. Идеальный рецепт для идеальной фигуры.